всем привет меня зовут андрей и вы на канале индустриал ту и сегодня у меня на обзоре аккумуляторный бесщеточный компактный пылесос makita деви си 750 л этот инструмент подходит как для сухой так и для влажной уборки инструмент подходит как для коммерческого использования в клининговых компаниях то есть в магазинах больницах школах там фитнес-центрах также его можно использовать в мастерских на заводах то есть помимо коммерческого использования могут использовать и строители так пылесос можно подключать к большому количеству строительного инструмента как по мне так я считаю это незаменимый помощник мастерской если у вас к примеру есть основной пылесос но он может быть подключен к какому-нибудь строительному оборудованию и использоваться например стационарно а для уборки рабочего места по-быстрому там на верстаке под верстаком вокруг тисков то есть просто незаменимая вещь потому что этот пылесос можно использовать не как пылесос но еще как воздуходуку то есть можно проднуть инструмент также очень удобно пылесосе там в багажнике в автомобиле для электромонтажников подрозетники почистить там убрать за собой под пленту сами подмести это просто не реально незаменимая вещь так как она в автомобиле во-первых занимает очень мало места не надо там таскать с собой огромный пылесос для электромонтажника на чистовом монтаже она очень незаменима то есть вам не нужно тянуть ваш грязный пылесос после которой вы использовали для страбления например на грязном монтаже а этот маленький такой компакт некий насадки большой огромный просто плюс на нем все насадки расположены на самом корпусе и шланг шланг растягивается до двух метров и сам автоматически складывается все короче расположена прямо на самом корпусе и вам не нужно то есть никакого дополнительного оборудования плюс у этого пылесоса имеется хипофильтр который не пропускает до 99 и 97 процентов вредных частиц ну и давайте рассмотрим его поближе на верхней крышке мы видим большую наклейку на которой указано класс пыли эль кстати по поводу класса пыли очень много разных мнений бывает что для строительной пыли для бетона нужно использовать пылесос вроде бы как классом но в на некоторых сайтах пишут что достаточно и пылесоса класса эль то есть напишите в комментариях что вы об этом думаете я считаю что в принципе да можно использовать пылесоса класса также и на верхней крышкой мы здесь наблюдаем ручку ручка пластмассовая обычная и имеет фиксацию при полном открытии по краям от ручки расположены две петли для этого пылесоса дополнительно можно купить плечевой ремень на торцевой части пылесоса расположены органы управления это выключатель на три положения первый режим выключена и второй режим и также слева от выключателя расположен индикатор заряда батареи еще на торцевой части мы видим сам шланг крючок для его хранения шланг можно снимать и переставлять то есть на самом корпусе мы вот здесь видим стрелочку которая означает что данное отверстие работает на всасывание а с обратной стороны есть отверстие на выдув то есть данный пылесос можно использовать как воздуходувку на корпусе у нас указано что используется бесщеточный мотор и имеется хепа фильтр на боку корпуса имеется шильдик с моделью инструмента пылесос данный сделан в китае по краям от пылесоса расположены две защелки открыв которые мы можем соединить корпус двигателя от контейнера внутри мы наблюдаем здесь хепа фильтр прорезиненная вставка фильтр снимается фильтр можно мыть то есть данный пылесос еще может всасывать воду здесь вокруг фильтра также использована резиновая накладка для защиты двигателя от пыли по поводу дополнительного оборудования в интернете на этот фильтр можно еще дополнительно докупить такой поролоновый пред фильтр и мешочек для более плотной защиты да и при установке дополнительного вот этого мешочка его использовать можно только для сухой уборки и также вместо этого фильтра можно поставить фильтр для воды я не знаю зачем в инструкции написано можно использовать этот фильтр для сбора воды но если вы не хотите как бы его мочить существует еще дополнительный такой фильтр для воды он там в виде поролоновой такой штуки давний большой совет этот фильтр можно мыть но его нельзя тереть различными там твердыми предметами щетками иначе вы можете его повредить а так этот фильтр многоразовый его можно продуть и использовать очень много раз внутри фильтра находится поплавок который отключит пылесос когда контейнер наберет достаточное количество воды кстати по поводу контейнера объем данного бака для пыли семь с половиной литра а для воды четыре с половиной литра внутри контейнер выглядит вот так и на самом контейнере прикручена раз разъем для подключения шланга и еще не сказал в самом начале сверху имеется разъем для подключения 18 вольтового аккумулятора серии lxt крышка также имеет фиксацию если ее полностью открыть то есть она не упадет ну а теперь давайте попробуем его совместно каким-нибудь инструментом шланга у него хватит растягивается до двух метров поэтому пылесос мы поставим на пол пылесос мы установили аккумулятор 3 амперный включим его наверное на максимальную мощность и сверху вот это с ними стоит 2 миллиметра и потом положим доску и полностью включаю пылесос единственный минус конечно что да надо отдельно включить пылесос и потом работать и потом а сейчас будем строгать доску на первом режиме пылесоса пылесос кстати достаточно очень тихий шланг неудобно ну как вы видите сейчас выключится как вы обратили внимание стружку даже на самой минимальной скорости причем здесь стояла 2 миллиметра стружки вообще никакой нет пылесос полностью справляется со своей задачей как в принципе и рубанок давайте посмотрим что мы здесь нас собирали ухты почти полный контейнер вот такой фильтр фильтр ну побить и он будет чистый но чтобы убрать рабочее место можно переставить шланг и воспользоваться воздуходувкой включаем надо даже надеть щелевую насадку а для более тщательной уборки у пылесоса есть вот такая насадочка но здесь пылесосить нечего это так для информации показал кстати к этому пылесосу можно использовать дополнительное оборудование например вот такие трубки которые кстати это к стационарному большого пылесоса они подходят точнее это они от него есть вот такая щетка и спокойно безо всяких переходников сюда одевается шланг и на плечо через ремешок и можно убирать в офисе там как обычным пылесосом ну вы поняли так что этот пылесос просто незаменимая вещь даже если у вас есть обычный пылесос стандартный там профессиональный строительный для мастерской для машины да просто для любого места где вам нужно быстро прибраться не доставая там здоровое оборудование тут все компактное все в одном месте просто я мечтаю о таком пылесосе это must have всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока